Особые истории с Дмитрием Травиным Мы хотим, что начнем разговор, ну и вообще поговорим про Австро-Венгрию, про модернизацию там и сравнивать ее будем с Россией. Точнее, я напоминаю зрителям, что у нас цикл так и называется «Европа в России». Причем тут Австро-Венгрия? Австро-Венгрия – очередная страна, с которой мы сравниваем. Я напомню еще раз, что мы говорим не о сравнении сегодняшнего положения дел. Этим гораздо лучше меня может заняться кто-то, кто живет в той или иной европейской стране и может просто рассказать, а вот как в России там устроены магазины, а вот как в моей стране они устроены и так далее. Наш анализ, наше сравнение идет в историко-социологическом ключе. Мы смотрим, как на протяжении долгого времени развивалась та или иная страна и сравниваем с развитием России. Идея этой нашей беседы вытекала из того, с чем я сталкиваюсь много лет, с очень упрощенными представлениями, сложившимися у нас в России, исходящими из того, что Россия и Европа – два разных мира. При этом Европа рассматривается как некий единый мир и люди так говорят, что вот, ну да, мы понимаем, конечно, что Франция от Германии отличается или Австрия от Венгрии, но это какие-то маленькие, незначительные различия, говорят они. Там есть какой-то общий европейский дух, общие европейские институты, а вот в России все всегда было по-другому. Вот наша программа посвящена тому, чтобы в этом вопросе, наконец, разобраться и показать, а в чем реально, конкретно различаются разные европейские страны и в том числе Россия. Поэтому я и пытаюсь каждый раз проводить сравнение с какой-то европейской страной и Австро-Венгрия здесь очень к месту, хотя этого государства не существует с 1918 года, но имеет смысл, на мой взгляд, поговорить именно о сравнении с Австро-Венгрией, потому что эта империя, я сейчас буду немножко уточнять, что значит, что под словом «это» кроется, там очень сложная картина. Так вот, эта империя на протяжении многих лет, десятилетий, столетий существовала к западу от нашей страны и через жизнь этой империи проходили проблемы, похожие на проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И вот в этом смысле интересно посмотреть это длительное, осуществить это длительное сравнение. А потом, наверное, в следующей программе мы поговорим об одном из условных наследников Австро-Венгрии и Российской империи, о Польше. Это государство с невероятно сложной судьбой, вот говоря о Польше, я, наверное, буду чаще говорить о том, как мы отличаемся. Вот такой вот парадокс. Вроде соседняя славянская страна, а там придется говорить о существенных различиях в историко-социологическом плане. И, может быть, мы еще посвятим программу Югославии, как тоже одному из условных наследников Австро-Венгрии. Я думаю, там есть о чем поговорить. Но каждого наследника Австро-Венгрии, конечно, специально разбирать не будем. Нам интересно именно сравнить российскую жизнь с этой империей в целом. Так вот, самое главное. Российская империя Романовых с наследовавшим ей Советским Союзом, который, в общем, тоже имел явные имперские черты. И Австро-Венгерская империя, или, как может быть ее точнее называть, империя Габсбургов, потому что она не всегда называлась Австро-Венгрией, но она на протяжении долгих столетий объединялась тем, что монархами, императорами, кайзерами там были представители династии Габсбург. Так вот, Романовская и Габсбургская империи очень схожи тем, что это две сухопутных европейских империи. И таковыми они были на протяжении всего этого долгого времени. Мы уже неоднократно проводили сравнение России с разными империями, и я говорил о том, что мне представляются наиболее интересными сравнения с Испанской империей, которая, хотя формально очень отличалась от российской, она расширялась за океаном, и ее колониальные территории находились на другом континенте, но, по сути, говорили мы в нашей испанской программе, очень много общего по задачам, которые ставились, по задачам, которые ставились в ходе вот этой вот конкистадорской деятельности перед Кортесом и Писаро с одной стороны, перед Ермаком и другими нашими казачьими атаманами вот с нашей стороны. Но Австро-Венгрия – это даже не Испанская империя, а вот чисто сухопутная империя, находящаяся буквально рядом с нами. И в этом смысле очень много сходных проблем стояло между нашими империями. Вот как эту империю, сшитую ножевую нитку, удерживать? У Романовых все время была проблема. Как быть с поляками? Польша вошла в состав России после трех разделов, осуществившихся в XVIII веке, а затем поляки бунтовали. Они бунтовали в 1830 году, они бунтовали в начале 60-х годов XIX века. И, собственно, в промежутке между этими событиями тоже отношения с поляками были очень сложные. И поляки сыграли и под конец империи немаловажную роль в развитии, скажем так, революционного движения в России. Вот как удерживать Польшу? У Гамсбургов похожая проблема. В результате разделов Польши в XVIII веке часть Польши, Галиция, отошла к империи Гамсбурга. Нам отошла к Российской империи восточная часть, к Гамсбургской империи отошла южная часть, во главе, если можно так сказать, во главе с Краковым, древней столицей Польши. И Львов, Лэмберг тоже долгое время входил в состав вот этой части бывшего польского государства. Ну, а восточная часть отошла к Круссии, о чем мы говорили в соответствующей нашей германской программе. И отношения тоже у Гамсбурга с поляками были очень сложные. Как быть с землями, которые находились к востоку от центра империи? Для империи Гамсбургов это Венгрия. Причем большая Венгрия, которая в свою очередь включает разные народы. Для Романовых огромное количество восточных территорий, начиная с покоенных в Казани, Астрахани, Крыма и дальше в Сибири. Самые разные народы там живут. Ну, конечно, их трудно сравнивать с венграми по культуре, по религии. Но, тем не менее, Венгрия постоянно очень неспокойный, бунтующий народ в Австро-Венгерской империи. Допустим, революция 1848 года, знаменитая революция, которая прокатилась по всем, по многим европейским странам, для империи Гамсбургов это прежде всего революция в Венгрии. В России постоянные бунты на востоке. Прежде всего, башкирские. Башкиры – очень сложный народ для Российской империи. Они и в восстании Пугачева активно участвовали, ну, и просто различные башкирские бунты, о которых мы из истории мало знаем, но все время приходилось заниматься, так сказать, в подавлении. На северо-западе Российской империи – Финляндия. Ну, практически весь XIX век и начало XX – это очень сложное отношение с Финляндией. Я бы даже добавил сюда балтийские регионы – Эстляндия, Курляндия, Лифляндия – в том смысле, что эти наши как бы колониальные земли в культурном отношении во многом находились выше России. Я не сравниваю, конечно, сейчас культуру в широком смысле, мы не сравниваем там… Вот кто-то может сказать, там у нас были Толстой и Достоевский, а вот кто там был в Финляндии. Нет, я сравниваю в широком смысле народную культуру, хозяйственную культуру, которая у балтийских народов была на довольно высоком уровне, в том числе потому, что на Южную Балтику влияла немецкая колонизация, на финляндские земли влияла шведская колонизация. Так вот, сравнивая с империей Габсбургов, мы видим, что и там была своеобразная часть этой империи, чешские, богемские земли, которые в культурном отношении находились выше, чем большая часть земель, входивших в состав Габсбургской империи. И, как не покажется, может быть, странным кому-то из наших зрителей, в XIX веке экономика богемии была на значительно более высоком уровне, чем экономика даже австрийских земель. Экономический центр Габсбургской империи – это богемия. Там полезные ископаемые, и там и очень развитая обрабатывающая промышленность, которая существовала с давних времен, поскольку Прага была одним из крупнейших городов Европы и долгое время значительно более крупным, чем Вена. Вена была столицей Габсбургов, а Прага была столицей большого, развитого чешского государства. Вот такого рода сравнения можно проводить очень много. И так же, как для империи Армановых, для империи Габсбургов, все время вставал вопрос – вот как это удерживать? Где-то силовое подавление, где-то включение представителей национальных окраин в состав высшей бюрократии. Это было и в России. Допустим, чешская, галицийская и венгерская аристократии очень часто занимали крупные влиятельные посты в венгерской бюрократии. Причем иногда, допустим, выходцы из Чехии были, собственно, славянами, иногда были немцами, которые издавна жили в Чехии, иногда там все переплеталось, немецкая, славянская кровь, все переплеталось. Похожим образом и у нас немецкие оздейские бароны играли огромную роль в петербургской бюрократии. И время от времени русские даже бывали недовольны и говорили, что вот немцы всем правят в Петербурге, безобразие. Ну, кстати, к началу Первой мировой войны это была очень серьезная проблема, антинемецкие настроения среди русской бюрократии. Потому что какое-то время им не давали выплеснуться, а вот тут-то немцам и за немцев и взялись. Их всячески ограничивали во влиянии. С давних времен выходцы из татарских земель играли большую роль в нашей российской аристократии. Юсуповы, Салтыковы, Урусовы, то есть довольно влиятельные семьи занимали большие посты в высшем руководстве России. Ну, вот и для империи Габспургов была похожая ситуация. С одной стороны, князь Меттерних, знаменитый министр иностранных дел, если можно так сказать, для той эпохи, Австрии говорил, что ну, где кончается Европа? Там, где восточное шоссе выходит из Вены. То есть Венгрия для Меттерниха была уже не Европой. Но при этом граф Андрюши занимал в определенный момент, не в эпоху Меттерниха, это уже было, значительные позиции в австрийской бюрократии. Был министром иностранных дел тоже. Вот очень много такого рода сходства. Ну и потом, конечно, второе важнейшее сходство это крепостное право. У нас часто забывают, что крепостное право не является нашим чисто российским феноменом. Нет. Крепостное право, как мы говорили в нашей германской программе, было распространено к востоку от Эльбе в Германии, поэтому Пруссия это было чисто крепостническое государство. Вот та Пруссия, из которой выросла потом Германская империя. И крепостное право в Пруссии отменяли в начале XIX века. Австро-Венгрия это тоже крепостническое государство. Крепостное право там держалось очень долго. Отменили его при императоре Иосифе II в конце XVIII века. А окончательно земельный вопрос, вот как разделить земли помещиков и крестьян, решили уже в середине XIX столетия. То есть австрийцы нас здесь обгоняли на некоторое количество десятилетий, но не так, чтобы уж очень радикально. Так что вот если взять две главные проблемы, если можно так сказать, имперскость и крепостничество, эти проблемы у нас были общие с Габсбургской империей. Да в общем и по революциям похожая ситуация. Две крупных революции в империи Габсбурга 1848 года и революция после поражения в Первой мировой войне, когда в Венгрии даже возникла Советская Республика. Именно Советская. Не социал-демократическая какая-то, а именно Советская. Венгерские коммунисты, ну, при посильной поддержке со стороны Советской России, создали там Венгерскую Республику, Советскую, а она недолго, правда, продержалась. Ну, вот и у нас две основных революции, но 905-го, 917-го готов. Ну, эти революции, в принципе, можно считать единым процессом. Ну, и потом бархатная революция конца 20-го века, скажем, в Чехии, в Польше, в Венгрии, бархатные революции, посредством которых произошел переход к постсоциалистической системе. Ну, и у нас примерно в это же время то, что вполне можно назвать революцией, вот те преобразования, которые при Горбачеве и Гельцине происходили. Так что вот общая картина очень похожа. У нас сейчас небольшой перерыв, и я предлагаю нашим зрителям никуда не отключаться, а как раз поставить лайк за это время, и, кстати, вы можете уже писать комментарии, предложения, может быть, по следующим программам, или, может быть, вы с чем-то не согласны, тоже пишите. Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем, а мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересные не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим. Производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало. 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание, рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимание на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в вопросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоело. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации не походе, не просто так на коленке отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети. И обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят тысячи людей и 20 рублей от полутора тысяч человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое. Особые истории с Дмитрием Травиным Дмитрий Яковлевич, мы только что говорили про имперскость, про крепостное право и про революцию. И у меня вот какой тогда вопрос, касающийся как раз крепостного права. А почему там раньше этот вопрос решили, чем в России? В принципе, здесь нет какой-то жесткой закономерности. Но я думаю, что большое значение играло два момента. Первый момент это влияние европейских, новых европейских веней, которое на Вене сказалось раньше, чем на Петербурге. А второе это персоналий. Ну вот смотрите, совоименником императора Иосифа II Габсбурга была наша императрица Екатерина. вторая естественно. Она была, как мы все прекрасно знаем, немкой по происхождению. И когда вот эта юная немецкая принцесса вышла замуж за Петра III и приехала к нам в Россию, она приехала с просветительскими идеями, очень близкими к тем просветительским идеям, которые в это же время воспринимал Иосиф II Габсбурга. Они были похожи друг на друга, ну, одна принцесса, другой принц, но по влиянию идей идущих из Франции, просветительских идей, идей свободы, они были очень близки. Но различия были в возможностях их деятельности. когда Екатерина взошла на кресту и всерьез задумалась о том, что надо как-то с русским рабством разбираться, нехорошо, когда в европейской державе рабство существует. Она стала изучать этот вопрос, общаться с людьми, собирать представителей дворянства, и выяснилось, как сама она отмечала в своих записках, что найдется ничтожно малое число, там что-то буквально десяток или чуть больше людей во всей огромной России, которые понимают хотя бы саму постановку вопросов, что надо отменять рабство. Большая часть дворян вот той эпохи, то есть 10-е, 70-е годы 18-го века, в принципе не осознавали необходимость такмена крепостного права. А зачем осознавать? Зачем отменять? Все хорошо, крестьяне на нас работают, крестьяне недоразвитые, туповатые и так далее, и так далее, но как им можно давать свободу? Чушь полная. Поэт Сумарок даже прямо говорил, что даже не надо обсуждать вопрос об отмене крепостного права, просто каждому понятно, что здесь обсуждать нечего. У Иосифа немножко другая ситуация. Конечно, людей, на которых оказало влияние французское просвещение и английские идеи свободы, при Иосифе было гораздо больше. Кроме того, Иосиф был более, авторитарной фигурой, чем Екатерина. Вот это, может быть, странно звучит. Я говорю сейчас не об институтах, которые господствовали в той и другой империи, а именно о персоналиях. Иосиф был авторитарным по природе человеком. Он любил разрубать узлы, он любил принимать какие-то резкие решения. Тогда как Екатерина, ну и в силу чисто личных ее свойств и в силу того, что она пришла к власти в результате государственного переворота и должна была понимать, что резкие действия опасны. Екатерина все время шла на компромисс. И вот Екатерина пошла на компромисс с дворянством и закрыла вопрос о отмене крипасмечества. То есть, по сути, даже его и не поставила по-настоящему. Только обсудила, но в практическую отменяю. А Иосиф отменял, принял решение, издал указ о крестьянах и крепостное право отменяем. После Иосифа, Иосиф довольно рано скончался, не очень долго правил. После него правил его младший брат Леопольд, который остановил все реформы Иосифа. Леопольд как раз по характеру был ближе к нашей Екатерине, он был более компромиссным человеком, и хотя в принципе считался серьезным реформатором, он это доказал, потому что до восхождения на имперский престол он какое-то время был великим герцогом тосканским, и он проводил реформы в Тоскане, это Флоренция, это центральная Италия, и там его реформы были довольно значительными, но правда там проводить их было легче, чем в Габсмурской империи. Вот, то есть получалась такая картина, что от личности императора и императрицы и от влияния просветительских идей многое зависело. В австро-венгерском государстве отмену крепостного права приняли все-таки в тот момент в XVIII веке, хотя как-то углублять эти преобразования уже не решились. Так что вот такое сочетание. Для сравнения можно еще сказать, чуть развивая ваш вопрос, что Пруссии крепостное право тоже отменили раньше, чем у нас, но там важнейшую роль сыграл военный шок. Поражение русской армии от армии Наполеона под Иеной. Это в какой-то степени можно сравнить с нашим поражением в Крымской войне, которое было соответственно на полвека позже поражение пруссаков от Наполеона. Это был такой сильный шок, который показал многим уранпатриотам, что держава не так сильна, как им казалось. И это дало возможности реформаторам, которые тоже были патриотами, естественно, даже большими патриотами. Барон фонштейн, который отменял крепостное право в Пруссии, был очень патриотически настроенным человеком. Вот они привели реформы именно под знаком патриотизма. Создать сильное государство, состоящее из свободных людей, а не из рабов, которые патриотизмом не могут отличаться. Вот такого рода вещи оказали огромное влияние на нашу империю. Еще одно просто уточнение, потому что я честно, практически ничего не знаю про Австро-Венгрию, но если говорить про роль религии, она там примерно такая же, как в Германии была, ну, в смысле, в прусских государствах, или как еще где-то? Очень хороший вопрос, мне надо было действительно, может быть, сразу его и затронуть. Нет, религиозный вопрос там стоял примерно так же, как у нас в России. Это была расколотая по не только этническим, но и религиозным моментам империя, а вовсе не так, как он стоял в Пруссии, где в прусском государстве в свое время победил лютеранство. Собственно, русское государство в значительной степени с 16 века и строилось на реформации, на том, что земли Тевтонского ордена должны выйти из-под контроля Рима, из-под контроля католических властей и стать независимым государством и вот здесь религиозное противостояние значило очень много. А в Австро-Венгрии не так. Значит, там есть много католиков. Католическая религия доминирующая для этой империи, но там было какое-то количество и православных людей на Восстоке. Скажем, значительная часть территории, которые входят сегодня в состав Румынии, тогда входила в состав империи Габсбургов, но только это называлось не Румыния, это входило в состав такой условной большой Венгрии. После того, как империя стала дуалистической и стала управляться западная часть из Вены, а восточная из Будапешта, вот Будапешт контролировал все эти земли. То есть, там были православные люди, были православные русины, это западная Украина, которая, ну вот, сегодня это западная Украина, тогда это была часть большой австро-венгерской Гамсбургской империи, а непосредственно это как бы часть Галиции. Ну вот, мне бы не хотелось сейчас вдаваться в детали, что такое русины, это очень сложный вопрос, я не специалист по этническим вопросам, но вот эти земли, земли, населенные русинами, также входили в состав империи. Очень сложные отношения были на Балканах, потому что часть южнославянских народов, говоривших на сербо-хорватском языке, жила в составе Австро-Венгрии, и эти люди стали католиками, эти люди называются хорватами, а другая часть очень близкого этнического населения не входила в состав Австро-Венгрии и входила в состав сербского государства, которое освободилось туэцкой зависимости и стало самостоятельно в XIX веке. И вот там тоже были очень сложные отношения, которые, по сути дела, в значительной степени привели к Первой мировой войне, по крайней мере, создали для нее повод влияния Сербии на южнославянские народы, которые входили в состав Австро-Венгрии. Потом в какой-то момент в состав, уже в начале XX века, в состав этой империи вошли Босния и Герцеговина. А они в значительной степени населены мусульманами. Не полностью, но там значительные мусульманские элементы. И вот этим разнообразием народов надо было как-то управлять. То есть и католики, и мусульмане, и православные, ну, там, какой-то элемент был и протестантов, скажем, Пренсильвания долгое время отличалась тем, что это была именно протестантская реформаторская часть центральной и восточной Европы. Потом там в общем католичество победило, но протестантские начала там очень сильно сохранялись. И, скажем, один из крупнейших венгерских реформаторов уже в 20 веке граф Бетлин был из старой трансильвантской протестантской семьи. Вот. Так что вот эти проблемы тоже очень остро стояли, так же, как и в империи Романовых. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Мы традиционный вопрос, с которым я, по-моему, несколько раз уже обращался, это то, что насколько я помню, монголы, татары-монголы, монголы-татары, ну, в общем, войско монгольское дошло до Вены. А Россия, Русь, вернее, оказалась под татарским игом, монгольским игом. Уж не знаю, что у нас сейчас принято, как правильно говорить, сам наполовину татарин. Так вот, могли бы вы мне сказать, как это повлияло на развитие обеих стран, обеих территорий? Я думаю, что все-таки монгольские завоевания на империю Габсбургов мало повлияли. Собственно, в ту эпоху, XIII век, никакой империи Габсбургов не было. Здесь надо сделать одну оговорку, которая для нас важна, хотя это уже может быть такое более глубинное продвижение в тени. Дело в том, что в те годы существовало такое образование, которое называлось Священная Римская империя или Священная Римская империя германской нации, так иногда называли. Это не была империя Габсбургов. Там были выбраны императоры. Императоры из разных династий. В XIII веке там была династия Гогенштауфенов, их не надо путать с русскими гугенцоллерами, которые появились значительно позже. И император выбирался, поэтому какое-то время династия менялась, и некоторое время правили императоры из династии Люксембургов. Вот как ни странно, где Люксембург, а где нынешний. Вот та Австро-Венгрия, о которой мы говорим, но династия Люксембургов правила, и скажем, знаменитый чешский король, Карл IV, ну, наверное, самый популярный король в истории Чехии, там, Карлов университет и так далее, он был из династии Люксембурга. Но в какой-то момент императорами Священной Римской империи стали Габсбурги, и практически они уже не отдавали эту империю в чужие руки. Так вот, в то время, когда было монгольское нашествие, никакой империи Габсбургов не было, и монголы вообще, хотя прошли сквозь Русь и вышли в Центральную и Восточную Европу, они не оказали какого-то воздействия на ее развитие, они довольно быстро ретировались в силу своих, условно говоря, монгольских причин. Там даже нельзя сказать, что было долгое освободительное движение. Были сражения, но в итоге монголы оттуда ушли. Что касается Вены, то под Веной стояли в конце 17 века турки. И вот отношение империи Габсбург с турецкой державы. Вот это действительно очень серьезная проблема, и эти отношения оказали огромное воздействие на Габсбургскую империю. В каком-то смысле можно сравнить с воздействием, которое на нас оказало монгольское нашествие, но только в каком-то смысле, очень условно, потому что у нас было татаро-монгольское иго, ну, не напоминаю, что это такое, сейчас уж не будем на это отвлекаться, думаю, все более-менее представляют, а никакого турецкого иго у Габсбургской империи не было, турки подходили к Вене, турки еще в XVI веке завоевали значительную часть территории, которые входили в состав Венгрии, и вот только часть Венгрии отошла тогда под корону Габсбургов, точнее, так правильно сказать, корона святого Стефана, корона венгерских королей, отошла к Габсбургам, но только с частью земель, которые находились, которые были венгерскими, значительная часть земель была завоевана туром, вот, и для империи тогда, конечно, это нашествие было очень опасным, в принципе, считается, что Вену в конце 17 века спас польский король Янсадеский, который пришел со своими войсками и победил турок. Если бы не он, возможно, Вена была бы оккупирована. Трудно сказать точно, но вероятность такого рода была наибольшей именно вот в тот момент, в конце 17 века. Но вот если говорить в целом о влиянии противостояния с турками, то это противостояние влияло на различные процессы внутри империи, но никогда не было именно игр. Ну, вот я приведу такой пример, один только пример, такого рода примеров можно много приводить. Скажем, одной из причин, почему протестантизм в 16 веке смог закрепиться, ну, не победить, там сложные отношения были, но император не смог задавить протестантизм на немецких землях. Вот одной из причин этого было то, что императору приходилось воевать на два фронта. Нельзя было сосредоточить все силы против внутреннего врага, потому что внешний враг турки наступал с востока. Если бы не было турецкого движения с востока, ну, в общем, трудно сказать, победило бы учение Лютера или нет. Это не гарантировано. Там были другие причины, по которым Лютер и лютеранство были сильны, но гарантии здесь никакой нет. Так что эта вот проблема совершенно не похожая на то, что было у нас с Ардой. Ну, я просто думаю насчет того, что, как вам сказать, получается, что в результате у нас получились в 20 веке огромное количество разных совершенно государств, да, там, от Чехии до Хорватии, как мы уже говорили. Вот это все действительно связано вот с тем, что происходило в средние века? Хороший вопрос. У него, конечно, много аспектов, но я попробую на него ответить именно впрямую, вот как вы его поставили. Я не уверен, ну, занятие альтернативной историей, конечно, очень неблагодарное дело, всегда можно сказать, что это поверхностно очень, но я вот так вот мягко выражусь, я не уверен, что существовали бы отдельные балканские и славянские государства, отдельно Сербия, отдельно Хорватия, отдельно Словения, если бы хорваты и славянцы не входили в свое время в состав империи Гамсбургов, а сербы не находились бы под очень серьезным влиянием Турецкой империи и тоже освободились, собственно говоря, только в 19 веке. У хорват и славянцев закрепился католицизм, сербы православные. На территории Боснии, Герцоговины и Косово исламская религия. То есть славянские земли, находившиеся на стыке разных империй и разных завоевательных процессов, разделились внутри себя так, как возможно не разделились бы, если бы история сложилась по-другому. Поэтому, ну вот как сказать, повлиял ли вот эти вот давние средневековые события на то, что у нас сегодня есть государство Хорватия, есть государство Словения, есть государство Сербия. Все маленькие государства и там бесспорно родственные народы, но народы разные. Вот многовековой исторический путь сделал так, что народы в конечном счете оказались разными. Относительно Польши. Ну вот сегодня есть единое польское государство, которое включает в себя и те земли, которые были под Романовыми, и те земли, которые были под Габсбургами, и те земли, которые были под Гогенцовер. Но Польша внутри себя тоже очень разная. Один польский историк мне рассказывал замечательный случай. Он работает в Варшаве, в Варшавском университете, но ему как-то раз надо было приехать в Краков, поработать в местном архиве, помню, библиотеке, а именно архиве Егелонского университета, древнейшего университета на территорию Польши. И придя в этот архив, он столкнулся с абсолютно австрийскими бюрократическими началами. За этот стол не садитесь, здесь сидит традиционно жена векная. За этот стол не садитесь, его всегда занимает такой-то профессор. Никого нету в этом помещении, но нельзя садиться за этот, за этот, за этот столк. Вот мне интересно было узнать, что для варшавского профессора это было необычно, вот в Варшаве очевидно у них так не принято, и он это назвал таким вот следствием старой бюрократической австрийской культуры. вот много таких любопытных различий существует, и вполне возможно, что без, да, ну и кстати, вот очень важный момент, о котором у нас не принято, ну не то, что не принято говорить, это не наказуемо, естественно, но как-то вот даже в советское время, долгое время об этом не упоминали. Когда распалась в 18-м году вот эта вот Габскусская империя, особая проблема была у австрийских немцев. Вот венгры, поляки, они хорошо понимали, что Чехия, естественно, и тогда Чехословакия, что мы создаем свое национальное государство. Слава Богу, империя распалась, теперь у нас свое национальное государство. А что делать австрийцам? Очень мало австрийских немцев живет в Австрии. Немцы вообще никогда не были доминирующим народом в этой империи. Более того, даже все вместе неславянские народы, немцы, австрийцы, румыны, они численно были меньше, чем славянские элементы. И вот что после распада делать австрийцам? Очень популярной была идея аншлюза. Мы эту идею связываем обычно с Гитлером. Вот Гитлер пришел и присоединил Австрию. Но там были и внутренние настроения за аншлюз. Мало желающих сохранить национальную независимость, да и вообще можно ли было в тот момент говорить о австрийцах как нации? Это было не очевидно для австрийских немцев, что они являются нацией. Придцей. Извините. А очень серьезные были настроения за аншлюз. Давайте станем немцами, как и все другие. Ведь пруссаки собирали Германию из разных частей в конце 19 века. Баварцы тоже себя не считали пруссаками, но вошли в состав империи, сохраняя свою баварскую идентичность, но ощущая себя немцами. Бюртембершцы, представители там северных земель, скажем, мекленбуржцы, то есть все вот так вот уходили. И в принципе Австрия тоже могла войти. И мы могли бы сегодня вполне иметь Германию, в которой Австрия либо является одной из германских земель, либо, ну это уж совсем, простите меня специалисты по Германии, я уж совсем как-то фантазирую, но просто, чтобы дать понять нашим зрителям суть проблемы, либо могла бы быть какая-то одна австрийская земля в составе Германии, либо как сейчас, ведь Австрия тоже федеративное государство, она состоит из нескольких земель, эти земли могли входить в состав нынешней Германии как отдельные земли федерации. Но этого не произошло. Не произошло по двум основным причинам. Первое, то, что Австрия все-таки была центром отдельной империи, и вопрос о присоединении встал не в XIX веке, а только после 1918 года. Ну, а вторая проблема, то, что аншлюз осуществил Гитлер, а все, что делал Гитлер, естественно, было плохо, действительно было плохо по 99% позиций, может, не по всем, но по очень многим. И победившие союзники решили, что Австрия не должна входить в состав Германии, а должна сохраниться как отдельное государство. Ну, Германия тогда ведь вообще состояла из германско-демократической и федеративной западной республики, то есть союзники стремились разделить германскую нацию на разные государства. И вот Австрия так в итоге не присоединилась. То есть это тоже наследие исторического пути. Ну, у нас с вами остается Польша, про которую мы будем в следующий раз рассказывать. Да, о Польше я хотел бы поговорить подробнее, потому что часть Польши, Галиция в составе Австро-Венгрии, это сравнительно короткий промежуток времени от конца 18-го до Первой мировой войны, а у Польши своя долгая богатая история, которую очень важно сравнить с нашей российской историей, потому что с поляками мы постоянно сталкивались, ну, можно, конечно, сказать, что даже с времен Ивана Грозного, но уж во всяком случае со смутного времени, когда поляки были в Кремле, мы сталкивались постоянно, и на протяжении всего 17-го века влияние польской культуры на московскую культуру, скажем так, не российскую еще, а московскую культуру было огромным, и вот об этом во всем надо, конечно, поговорить вне зависимости от нашего сегодняшнего разговора, там очень важно поговорить о польском Сейме, который был совсем не похож на наши земские соборы, колоссальные отличия, я вот сколько говорил о сходстве наших земских соборов, скажем, с генеральными штатами Франции или с Костинскими Кортесами, с такими далекими от нас парламентами, а вот на польский Сейм, ну вот вообще не похож, совершенно разные миры, и надо поговорить о том, почему вот такие различия возникли, ну и еще целый ряд моментов, слабая королевская власть, и в Польше очень сильная царская власть в России, вот с чем это все связано, так что обязательно о том, что мы поговорим. Ну что же, давайте так и сделаем, в следующий раз, на этом тогда завершаем, я напоминаю, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования модернизации при Европейском университете в Петербурге, ставьте нам лайки, пишите комментарии, во всяком случае, я их читаю, спасибо большое, Дмитрий Аковлевич. Спасибо большое до наших следующих разговоров, и надеюсь, буквально уже в самое ближайшее время вы, уважаемые зрители, сможете не только слушать то, что я, и смотреть то, что я вам рассказываю, но и поглядеть гораздо более подробно то, о чем я говорю в книге «Русская ловушка», которая, ну вот уже где-то совсем-совсем на выходе из типографии. Всего доброго. Да, спасибо большое. Если вдруг вы заинтересовались, а я думаю, что заинтересовались многие из наших зрителей, то подписывайтесь на канал Дмитрия Травина в Телеграме, там вся информация появится, я думаю, скоро уже. Все, в описании у нас ссылка. Все, спасибо большое. Да, буду все это писать. Особые истории с Дмитрием Травиным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!